Кого вы можете назвать самым опасным животным в мире? Льва? А может акулу? Если вы подумали о ком-то из них, то знайте, вы ошиблись, ведь самое опасное животное в мире намного меньше гривастого царя зверей и зубастой рыбы, но в то же время в разы смертоноснее. В этом выпуске я расскажу вам о самом опасном животном планеты, а также покажу ряд других животных, которых однозначно стоит опасаться. Черная мамба. Одна из самых смертоносных змей в мире это, конечно, черная мамба. Некоторые биологи называют ее смерть во плоти. В Африке, откуда эта змея родом, с ней связано множество мифов и легенд. Особенно опасен этот вид из-за своей агрессивности. Нападает мамба часто без провокации, причем движется молниеносно. Это одна из наиболее быстрых змей в мире. На коротких дистанциях черная мамба развивает скорость свыше 16 километров в час. Длина взрослой особи может превышать 2,5 метра, что делает черную мамбу второй по величине ядовитой змеей в мире после королевской кобры. Безусловно, слухи значительно преувеличили смертоносность этой змеи, но до появления противоядий, черная мамба и правда становилась причиной множества летальных исходов. Без противоядия шансов пережить ее укус практически нет, а потому она по-прежнему считается одним из самых опасных живых существ на планете. Комодские вараны Комодские вараны не слишком привередливы в еде. Они роды любой добыче, от птицы до буйвола. Долгое время считалось, что главную опасность стоят в себе миллионы опасных бактерий, обитающих в пасти ящеров. Однако ученые выяснили, что на самом деле ядовита слюна варана. Так что даже если жертве удастся вырваться из лап этого гиганта, без срочной медицинской помощи она долго не протянет. Бегемот Образ бегемотов в популярной культуре сильно приукрасил их качества. В многочисленных мультфильмах они изображены как милые, добродушные и неуклюжие существа. На самом же деле бегемоты крайне опасны, меньше слонов или крупных хищников. Известны случаи внезапных нападений бегемотов на людей. Один взрослый представитель этого вида может растоптать даже бронированный джип для сафари. Да и бегают эти животные куда быстрее, чем человек. Так что не стоит верить мультфильмам и мечтать прокатиться верхом на бегемоте. Рыбокамень Не обязательно быть большим, чтобы стать самым опасным жителем океана. Рыбокамень, также известная как океанская бородавчатка, достигает в длину максимум 40 сантиметров. Но все ее тело покрыто бородавками и бугорками, из-за которых она и получила свое название. Благодаря такому панцирю, рыбокамень может легко маскироваться на каменистом дне среди коралловых рифов. Бородавчатка ведет малоактивный образ жизни. Она много времени проводит в ожидании добычи, зарывшись в песок. На поверхности остаются лишь верхняя часть головы и спина, к которой прилипают различные травинки. Именно спина – самая опасная часть этой рыбы. На ней располагаются плавники, снабженные 12 ядовитыми шипами. Причем яд настолько силен, что ученые единогласно признали бородавчатку самой ядовитой рыбой в мире. Так что, если вы планируете заняться дайвингом, пожалуйста, держите руки подальше от странных камней на дне. Они могут оказаться вовсе не камнями. Огненные кораллы Огненный или жгучий коралл. Так называют этот род животных в народе. Научное его название – милипора, и к кораллам в общепринятом смысле его не относят. Это самый дальний родственник коралловых полипов, который считается ложным кораллом и представляет собой огромную опасность для купальщиков и тех, кто любит дайвинг. Встретить огненные кораллы можно в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, причем в наличии обычно бывают почти все цвета радуги, из-за чего милипору сложно отличить от водорослей. Даже легкое прикосновение к огненным кораллам запускает их защитный механизм. Вся их поверхность покрыта микроскопическими чувствительными щупальцами, которые реагируют на давление и активируют взрывающиеся клетки с сильнейшими токсинами. Подобным способом защищаются и медузы. В момент столкновения с огненным кораллом человек получает очень чувствительный ожог, который по болевым ощущениям можно сравнить с ожогом от раскаленного металла. Большинство из нас представляют самое опасное животное планеты в виде крупного хищника. Как-нибудь так, верно? И правда, чего можно ждать от такого зверя с огромными зубами? Наверное, именно он представляет наибольшую угрозу среди всех представителей животного мира, не так ли? На самом деле, нет. Самое опасное животное в мире выглядит совсем иначе, и скоро вы в этом убедитесь. Смотрите дальше, чтобы узнать о самом смертоносном животном планеты, а также увидеть крошечных улиток с невероятно сильным ядом, жутких пауков и скорпионов с диким укусом и самых опасных падальщиков на Земле. Индийский красный скорпион. Эти смертоносные существа живут в основном в Индии, в восточных районах Непала и Пакистана, а также в Шри-Ланке. Первое научное описание этих скорпионов появилось в 1798 году. Индийские красные скорпионы не очень большие, длиной от 5 до 9 сантиметров. Окрас их варьируется от оранжевого до коричневого и серого. Они имеют темно-серые пятна, разбросанные от головы до нижней части спины. Ученые до сих пор располагают неполной информацией об этом виде, хотя и индийские красные скорпионы совсем не прочь селиться рядом с людьми. К счастью, они не особенно агрессивные, однако если попытаться удержать или поймать их, то атака будет незамедлительной. В общем, индийские красные скорпионы – классический пример принципа «смотреть можно, трогать нельзя». Бразильский странствующий паук Бразилию населяет целых восемь разновидностей этого паука. Местные жители прозвали его «банановый» из-за любовь к этим плодам и из-за то, что он обитает на банановых пальмах. Данный род очень агрессивен и крайне опасен для человека, если человек ведет себя неадекватно, провокационно или неосторожно. Яд бразильского странствующего паука очень силен, ведь в нем содержится сильнейший нейротоксин. В небольших количествах данное вещество используется в медицине, но при большой концентрации летальный исход, увы, неизбежен. К счастью, бразильские странствующие пауки, как и индийские скорпионы, редко бывают агрессивны к тем, кого не рассматривают как потенциальную добычу. Но все же, на всякий пожарный запомните – в случае опасности эти пауки поднимают вверх передние лапки. Это верный признак того, что стоит немедленно убраться подальше. Гиена Большинство людей считают, что падальщики не опасны. Но не стоит забывать, что гиены – грозные хищники. На протяжении многих лет гиены и люди вступали в тесный контакт в Африке, Азии и Европе, что часто приводило к взаимному уничтожению. Самой крупной разновидностью является пятнистая гиена. Челюсти у этого вида настолько мощные, что могут легко перемалывать кости. И челюсти эти идут в ход намного чаще, чем мы думаем. Гиены – прекрасные охотники, ведь 90% их пищи составляет добыча, полученная путем охоты. Они совсем не такие неловкие, какими их изображают в кино и мультфильмах. Взрослая особь способна преследовать антилопу, гну, зебру или газель на расстоянии до 5 километров со скоростью 65 километров в час, что превышает возможности львов и даже леопардов. Улитки-конусы В мире насчитывается более 500 видов улиток-конусов. Большая часть обитает в теплых регионах. Самой смертоносной конусной улиткой принято считать сигаретную улитку, которая обитает в Индотихоокеанской области. Почему сигаретной? Считается, что если человека укусит такая улитка, у него останется время только на то, чтобы выкурить одну сигарету, прежде чем наступит летальный исход. Настолько мощный яд у этих крох. Улитки-конусы по сути являются отшельниками и совершенно не агрессивны, но будут способны на защиту, если их возьмет в руки очередной коллекционер красивых раковин. Самое опасное животное в мире Каким же должно быть самое опасное живое существо на планете, если все герои этого выпуска недостаточно смертоносны, чтобы занять вершину рейтинга? Как я уже говорил, чтобы стать самым опасным в мире, не обязательно быть огромным или самым сильным. Критерии оценки опасности существа вообще достаточно расплывчивы, но есть один объективный фактор – количество жертв. И по этому параметру с лидером не сравнится никто. Итак, знакомьтесь с самым смертоносным живым существом на планете. Это валерийный комар. Удивлены? Если смотреть на размер, то это и правда удивительно. Многие могут подумать, что комар только и может что доставать своим писком и укусами. Но на самом деле малярийные комары являются переносчиком опасных паразитов – возбудителей малярии. Около сотни видов являются переносчиками малярийных плазмодиев. В основном они обитают в тропических зонах, и именно их стоит опасаться. Сам комар заражается от инфицированного человека или другого носителя и летит распространять заразу дальше, кусая новых жертв. В его теле малярийный плазмодий за 4-10 дней проходит полный цикл созревания и размножения, после чего комар превращается в мощнейший источник инфекции, которая активна на протяжении 16-45 дней. Всего же ежегодно в мире малярии заболевают около 200 миллионов человек. При этом во всем мире жертвами комаров ежегодно становится около полумиллиона человек. Для сравнения, львы каждый год отправляют на тот свет несколько сотен человек, а грозные акулы всего около десяти. А на этом все. Напишите в комментариях, имели ли вы дело с малярийными комарами. Спасибо вам большое за просмотр!